С одной стороны, бюджет рассчитан так, что уже в следующем году 70% доходов, то есть почти три четверти, будут состоять не из нефти. Это амбициозный план, означающий, мы слезли или готовы слезть с нефтяной иглы. С другой, наши санкции никто не отменял и отменять не собирается. Когда ЕС их расширяет, мы расширяем зеркально, при этом европейцы возмущаются. А нас-то за что? Мы же хотим просто изменить ваше поведение на мировой арене. И тут ответ простой. Мы понимаем, что именно санкции стали главным рычагом против тех, кто европейцев не устраивает. Да, их поведение не идет даже в сравнение с тем, что делает Америка, вводящая санкции по любому поводу, даже ее не касающемуся. Но мы не хотим, чтобы кто-то думал, что разговор нужно строить на угрозах. И при этом очень отчетливо видим, что тот же Евросоюз и те же Штаты обещали санкции Лукашенко. И пока ничего не ввели. Есть только национальные санкции от Прибалтов и Польши. Почему? Ведь они, Лукашенко, очень недовольны. Может быть, просто работают с документами? А может быть, приезжавший перед белорусскими выборами Помпео о чем-то договорился и теперь эти договоренности пытается соблюдать? Но игра явно идет. И в этой игре то, что Лукашенко провел инаугурацию не в ноябре, а сейчас, явно может быть ходом. Анатолий Майоров пытался понять, какой ход следующий. Ведь в Беларуси обстановка остается достаточно сложной. И Лукашенко, и оппозиция требуют не вмешиваться. Но на самом деле реагирует очень чутко на любую поддержку. Что бы не решил Александр Лукашенко, его все равно бы обвинили. Если нет инаугурации, боится. А если есть, уже не боится ничего. Вариант промежуточный. Церемония закрытая, без анонсов и концертов. Оппозицию тоже не устроил. Странно, что превышение скорости кортежем на 15 км в час не легло в основу новых санкций. Какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что мы будем проводить это мероприятие. Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. То же самое, но на английском объяснял своим коллегам депутат Европарламента. Вы призываете Беларусь к новым выборам? Я думаю, что превращение в Гуайдо вам не добавит чести. Но слушали и слышали здесь только тех, кого в зал позвали сами. Госпожа Тихановская, для меня большая честь приветствовать вас сегодня на нашей встрече. Аплодисменты Светлана Тихановская срывала всю неделю на заседаниях, пресс-подходах, на завтраки с евродипломатами. Даже глава парламента ей учтиво кланялся. Но толку от еврореверансов пока мало. Санкции для Минска обещают, но не принимают. Шестой срок Лукашенко назвали незаконным, но есть пятый, а он закончится только в ноябре. Нам нужно все сейчас, пока мягко, но уже не по бумажке, заявляет Тихановская. Кажется, еще неделя и будет что-то вроде, ну вы же обещали. Я думаю, что у лидеров есть причина не продавливать санкции, но на этой встрече я просила министров быть более смелыми в своих решениях. Мы многое сделали для того, чтобы справиться с этой ситуацией самостоятельно. Но теперь я понимаю, что нам нужна и помощь извне. Причем откуда именно и как, неважно. Пока Тихановская в обход Европы просит санкции уже у штатов, ее коллега, беглый оппозиционер Латушка, работает по-новому, но старыми маршрутами. В субботу выступал в Варшаве. Я хотел бы выразить сердечную благодарность польскому народу за поддержку такой трудной для нас часа. Где вместе с польским премьером Моровецким объяснял, почему концерт в поддержку белорусской оппозиции сейчас в Варшаве нужен. Ведь не только для того, чтобы платформа «Нехта» распродала запас сувенирных кружек и футболок. Конечно, сам концерт не поможет. Но то, что люди будут знать о том, что происходит в Беларуси. Будет больше солидарств. Варшава хоть и пытается сейчас пригреть студентов-белорусов, выделяться угрозами для Минска не спешит. Ведь о последствиях Минск ярко намекнул Варшаве в среду, когда пограничники начали работать в полсилы, а сотни водителей заночевали у границы. Некоторые ждут здесь уже два дня. А прежде чем не удастся пересечь белорусскую границу, пройдет еще от 24 до 36 часов. Транзит через Белоруссию для Польши, экспорт белорусского бензина для Литвы. Лукашенко все еще не комментирует, и эта затянувшаяся пауза очень нервирует соседей. И чем громче там говорят о санкциях, тем чаще в Минск едут главы российских регионов. И на этих встречах уже прямо, без намеков, с губернатором Ленобласти батька рассуждает о строительстве морского порта. Мы можем с Ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, скажем так. Главе Приморья предложил достроить космодром Восточный. Я готов перебросить туда трес, там может быть и два. А губернатору Иркутской области обещает строительную технику. Было бы сибирское желание, автогиганты Белоруссии уже готовы. БелАЗ, переживший в конце лета падение спроса на продукцию, скоро будет выпускать беспилотные самосвалы на аккумуляторах. С новым гендиректором завод ждет выгодных заказов, но не дремлют профсоюзы оппозиции. Да, мы не дремлем профсоюзы, но Лукашенко хоронит сам себя, устраивая тайную иннаугурацию без поддержки со стороны народа Республики Беларусь и встречаясь с губернаторами Российской Федерации, занижая таким образом сам себе уровень. Почему нет встречи белорусских губернаторов с российским президентом? А, то есть губернаторы для Белоруссии выше, чем свои ставленники на местах. Все это очередной плевок в сторону белорусского народа, который может вылиться в войну, как сейчас это происходит в Нагорном Карабахе. Поговорим об этом, но сначала непосредственно про Лукашенко и его сверхтайную иннаугурацию. Помните, как там в мюзикле про Буратино? Тайная, тайная! Лукашенко тайно вступил в должность президента. Вот так вот выглядит якобы всенародная поддержка батьки со стороны белорусов. 80 сугубо нарисованных им процентов. Церемония состоялась во Дворце Независимости. Никто об этом не знал. Нигде она будет и стала полной неожиданностью для всех. Что там для общественности? Об этом даже не знали в Кремле. Так что директор службы внешней разведки России Нарышкину пора бы заткнуться. А то слишком много тявкает он в последнее время в СМИ, что не свойственно для руководителя такой организации, как СВР. Раз уж КГБ-РБ переиграло СВР, то что уж говорить о сильных контрразведок мира всего, таких как ФБР, Ми-5 и прочих. Однако режим секретности не помешал присутствовать на энаугурации депутатов, руководителям госорганов и провластных СМИ. Но интересно, как их туда в Дворец Независимости завлекали. Мол, пойдемте, пойдемте, в Дворце сейчас, бачка, что-то важное объявили. Те думали, отставка там, это самое, как же, не карантинные меры, в том числе комендантский час, да, из-за протестов в Белоруссии. А тут все пришли, думаю, что сейчас будет серьезная речь чуть ли не о ведении военного положения в Республике Беларусь. А тут, опа, энаугурация. То есть люди шли на совсем другое мероприятие, а получили энаугурацию Порошенко по Фрейду. Да, Лукашенко превратился таким образом в Порошенко. Дальше Лукашенко действительно произнес речь, от которой у меня слоилось впечатление, что он нетрезво оценивает ситуацию. Он заявил немного и немало о побеге белорусского народа, в главе, конечно, с батькой, перед мировыми революциями. Да, так он и сказанул. Даже трансляция и энаугурация Лукашенко не велась в прямом эфире национального телевидения Республики Беларусь. Ай да, батька! Ай да, партизан! Лукашенко, войдя вновь на трон белорусского ханства, сказал об небывалом подъеме белорусского самосознания. Ну, понимай, как хочешь. Тут, впрочем, он не соврал. Подъем был настолько сильный, что пришлось тайно в обстановке строжайшей секретности проводить энаугурацию. Подъем белорусского самосознания выглядел вот так вот, что после энаугурации и речи, подчеркнула о якобы победе Лукашенко, в Минске начали стягивать войска. Ну, нихрена себе победа. Победа, это когда, наоборот, оттягивают войска, да? Когда уже все завоевано. И начали стягивать, помимо войска, автозаки. Выставляется плене на улицах. И не зря, ибо после объявления об энаугурации Лукашенко и победе его над здравым смыслом, десятки тысяч белорусов собрались у Стеллы Минск, город-герой, с бело-красно-белыми флагами цветов свобода белорусского народа. А совка. Совок здесь не имеется в виду не как Советский Союз, а такой совок, где нельзя вести частный бизнес и где отсутствуют товары, да? Минты протестующих начали поливать из водоемов красителями. Удумайтесь, все водители Минска, да все, ехали с флагами оппозиционеров Белоруссии. У метро Пушкинская, между силовиками и протестующими вообще произошел первый бой. Первый бой, так сказать, белорусской революции. Ну и где здесь победа Лукашенко? Да не юниша, оп, как далеко! Наоборот, Лукашенко сам расписался в своей нелегитимности и в том, что он никакой не президент, а диктатор этой самой тайной инаугурации. Ведь кроме должностных лиц и приглашенных за бабло звезд, никто на улице Минска в поддержку Лукашенко не выходил. Его сторонники были наравне с их противниками. То есть их не допускали до церемонии. Если вообще, конечно, есть сторонники у этого тараканища, у этого отборного тараканища у Лукашенко. Инаугурация Лукашенко, это, конечно, полный фарс. После этого фарса Лукашенко отдельно еще раз выступил перед силовиками, давая понять, кто на самом деле избрал Лукашенко. Конечно, это никакой не белорусский народ, а силовики, да? КГБ, РБ, Следственный комитет Республики Беларусь и так далее. Это его избрали на должность президента, конечно, белорусские и российские силовики, а вовсе не граждане Белоруссии. И режим Лукашенко в прямом смысле держится на штыках. Этой тайной инаугурации, что этой тайной инаугурации и было продемонстрировано общественности. Особенно смело выглядел и смешно Лукашенко в военной форме, когда на инаугурации произнес отдельную речь перед солдатами. Президент, который всю жизнь занимался сельским хозяйством, вдруг стал талантливым маршалом и полководцем. Так и хочется сказать, полководцем картофельных войск. Но войска-то были настоящие, и кроме них в Белоруссии, и кроме них никто в Белоруссии не поддерживает решимбатьки. В противном случае была бы другая инаугурация с ликованием толпы народа. А такой инаугурации не было. Зато есть спецоперация по проведению Лукашенко к присяге. А дальше что? Кабинки для голосования прямо в автозаках? Ну, чтобы не отвлекаться, так сказать, от подавления народа. Отдельное слово о том, как ехал Лукашенко на инаугурацию в сопровождении автомобилей радиоэлектронной борьбы. Типа, чтобы даже в интернет раньше времени ничего не попало. Потом российские пропагандисты, такие мрази, как Игорь Коротченков, это оправдали, мол, это мера безопасности, чтобы не было теракта. Ну, во-первых, в случае теракта бомба на магнитах бы, да, действительно не сработала. Но никто не мешал расстрелять кортеж Лукашенко в упор. А это означает только одно, что оппозиция, Тихановская оппозиция, так называемая, пока настроена мирно к Лукашенко. А в противном случае уже давно по улицам Минска велась бы стрельба и велась бы кровь. И держится Лукашенко не столько даже на штыках, сколько на миролюбивости белорусских оппозиционеров, даже к отъявленным негодяям, таким как Лукашенко. Вообще белорусы самый спокойный народ. Вон в Украине люди жгли БТРы, милиции, и как результат, там новый президент сменился. А старый убежал в Ростов, где ждет Александра Григорьевича себе в гости. А мы ждем 2024 год, когда Путин, обязательно, я думаю, что это будет, переплюнет Лукашенко с его тайной инаугурацией. Вот это будет спецоперация, так спецоперация, представляете? Люди спускаются в тайное, секретное метро 2 под Кремлем. Там президент России на экскалаторе произносит инаугурационную речь, а всех свидетелей потом отравит газом новичок, ну, чтобы не оставлять свидетелей. Однако, рано или поздно, все тайные инаугурации становятся явными. Так что, народ так возмутится, что мокрое место от диктаторов Белоруссии и России не останется. Но, конечно, понятно, что россиян волнуют их внутренние проблемы. И вот, да, допрыгались вы все. Москва вводит новые ограничительные меры из-за коронавируса, из-за страшного и опасного, который шатается по планете. Вторая волна неизбежно накрывает Россию. Она будет еще хуже, еще халейче, чем первая. Никакая вакцина никому не поможет. Ну, по крайней мере, в этом году. А где вторая волна коронавируса? Там и самоизоляция. Не от слова само, а от слова принудиловка. И несмотря на то, что Путин заявил, что борьба с коронавирусом – это удел губернаторов, тем не менее, все равняются по Москве. Вот как в Москве борются с коронавирусом, так будут бороться и по всем субъектам Российской Федерации. Поэтому даже не москвичи следят, а что там делает Собянин, которого Кремль неофициально назначил главным борцом с COVID-19. А Собянин вот что учудил. С 28 сентября взял и ввел новые ограничительные меры. Теперь нельзя будет людям старше 65 лет выходить на улицу. Помимо этого, всех переводят на дистанционную работу от учителей до заводских рабочих и т.д. и т.п. В этой связи забавно, что оленевод Собянин еще в августе опроверг слухи о том, что школы переведут на дистанционную форму обучения с 20 сентября. Ну да, не с 20 сентября перевели, а с 28-го. Но по сути слухи оказались правдой. Особенно мне доставляет удовольствие, как власти заботятся о пенсионерах, которые, между прочим, отстраивали страну после войны. Той самой войны, которой в Российской Федерации принято кичиться, но которой Российская Федерация не имеет никакого ровным счетом отношения. Так вот, сначала у пенсионеров отобрали все накопления на сберкнижках после 1991 года, потом в 2006 году отобрали льготы, потом повысили пенсионный возраст, который на 5 лет превышает средний возраст, выхода на тот цвет, то есть возраст до жития. А теперь пенсионеров запрещают уходить, просто гулять. Ну и какое у нас государство социальное? Да нет, конечно же, фашистское. Ну да, пока Собянин не запрещает, а лишь рекомендует не выходить на улицу. Что в русском языке обозначает? Да гуляйте, пока сколько влезет, а я, в смысле Собянин, сделаю вид, что я эффективный борец с коронавирусом. Вон как я реагирую на превышение по статистике роста числа больных. При этом парки и сферы, парки и скверы, пока и сферы, пока и не закрыты. То есть, к счастью, это пока только пиар Собянина. Ну а теперь представим, что вели самые жесткие меры по всей стране, как весной этого года, когда всех граждан посадили, по сути, на домашний арест. А угадайте, кто гулял по Москве? Правильно. Ну, помимо таджиков, гастайбайтеров, которым позволили гулять. Кто нарушал, короче, режим в основном. Правильно. Пенсионеры в возрасте 65 лет. Почему же они гуляли? Думаете, что они гуляли, потому что им дома осталось, что они селы сидеть? Нет, нет, не все так просто. Ответ простой. Если они будут сидеть дома, то у них будет инфаркт, инсульт. Им в их возрасте важно каждый день ходить по 5 километров в день. И, конечно, выбирать, от чего ты сдохнешь, от возможного заражения, коронавирусом или от инфаркта, но, извините, инфаркта посложнее будет, чем коронавирус. Даже если от коронавируса нет вакцины. Так, инсульт, инфаркт от сидения дома для лиц старше 65 лет, это, конечно, страшнее короны. Савянин это понимает, и пока парки и скверы не закрывают, но сама тенденция настораживает. А осенью вторая волна наложится на сезонное обострение гриппа, об этом все говорят. И мы получим полный алис, как говорили фашисты в 1945 году. А нынешние фашисты заявляют, что коронавирус не побежден и рано расслабляться. Здесь можно согласиться. Но я не понимаю вот чего, с какого перепуга власти решили, что коронавирус быстрее распространяется через пенсионеров. Это антинаучный бред. Да, умирает от него больше пенсионеров, чем молодые, но это не из-за свойств коронавируса. А из-за того, что в возрасте 65 лет уже более труднее справляться с болезнями организма. Он-то уже, знаете, не молодой. Забавно еще, что на прошлой неделе были какие-то совещания в Кремле. Я не помню, на какую тему. Ну, в общем, пригласил Путин в Кремль ученых, врачей, так далее в Кремль. Все были в маске, ученые. А угадайте, кто сидел в ресторанной улыбке без маски? Сергей Семенович Собянин. И как он смеет после этого вводить ограничения, когда он сам в Кремле сидел без маски? Но ситуация ухудшается. Вторая волна неизбежно накрывает Россию и неотвратимо. и приведет только к восстанию или гражданской войны, как испанский грипп в 1917 году. Да, и если уж закрывать Москву, то полностью. А не делать так, чтобы чиновники и пропагандисты могли свободно передвигаться по Москве, а коренные жители Москвы и просто жители Москвы нет. Как это было этой весной, самой лютой весной в истории России. Ну и... А, нет, нет, нет. Так, про коробак чуть попозже. Так... Так... Ну, в общем, под Харьковом разбился военно-то... А, вот, так, все нашел. Просто чуть-чуть потерял. Под Харьковом разбился военный транспортный самолет с курсантами на борту. 25 человек погибло. И первое, что я подумал, это, конечно, диверсия со стороны российских спецслужб. Скорее всего, курсанты из Харькова перебрасывались с самолетом на Донбасс, чтобы отстаивать Украину от порт российской нечисти. Но потом пришло сообщение, что вроде бы это была неисправность двигателя. Причина пока устанавливается. Но обращу ваше внимание на то, что в России катастрофа под Харьковом трюбят чуть ли не из каждого утюга со злорадной ухмылкой. Если бы в России произошло нечто подобное, то результаты бы скрыли под грифом секретное. И новость об катастрофе Ту Ана 26 прошла бы как некролог, то есть коротким упоминанием в СМИ. А тут нет. Поскольку это не российский борт, а украинский, конечно, можно об этом на канале России 24 триндить чуть ли не круглые сутки. Можно украинский борт, на российских госканалах обсуждать 24 часа подряд. Салонет разбился при заходе на посадку в Харьковской области. Объявлен траур. Кстати, говоря, курсанты были из Академии трижды, трижды героя Советского Союза Ивана Кожедуба. И заметьте, что никто эту Академию не переименовал в училище Степана Бандеры. Так что украинцы не фашисты, как нам рассказывают в российских СМИ, а фашисты как раз в России. Реально злые комментарии по поводу трагедии происходят из России. Мол, так им и надо, курсанты на пилисте устроили самовзрыв. Действительно люди так и писали в России. Погибшие учились на втором и четвертом курсе училища Кожедуба. Президент Зеленский как всегда оперативно прибыл на место ЧП. Это вам не Путин, который заставляет тебя ждать в коридорчике, а при малейшей опасности заявляет, что все отдано на откуп губернаторов. Нет, Зеленский сразу вылетел на место чрезвычайного происшествия и допросил прямо в больнице. Единственного на данный момент вызвавшего в этой катастрофе курсанта Вячеслава Злочевского. Можно даже сказать, что он пришел в себя сразу после того, как Зеленский прибыл к нему в палату. Зеленский выслушал доклад курсанта о том, что самолет горел в воздухе и что он пытался помочь своим сослуживцам, но так и не смог. С гордостью сказал, Зеленский с гордостью сказал Вячеславу, что тобой может гордиться вся Украина, гордиться им и мы в России. суетился по поводу этой катастрофе и украинский премьер-министр мой тезка Денис Шмыгаль сразу ответственно заявил, что все полеты временно прекращаются в Украине. На момент выхода этой передачи уже, наверное, они возобновились. Заявил, что все полеты прекращаются, расследование пусть займется в Госбюро расследований Украинское, так называемое Украинское ФБР. Странно, что не СБУ. Вот так вот и надо действовать четко, оперативно, сформирован элитный отряд сразу в 50 прокуроров для расследования катастрофы. Это небывалый случай на постсоветском пространстве, чтобы сразу 50 прокуроров расследовали авиакатастрофу. Путин, кстати, ни на одну авиакатастрофу своей личной жопенцей так и не приехал, даже когда погиб его любимый генерал Трошев, а Зеленский приехал. Кстати, говоря, прослеживается четкая параллель с крушением Ил-76, когда его сбили российские войска в небе над в Луганском. Но еще раз повторю, что возможен и отказ двигателя. А то, что этим занимается Госбюро расследований, а не СБУ, не служба безопасности Украины, свидетельствуют о том, что Россия на сей раз возможно действительно ни при чем. Единственной выжившей Злачевскому удалось как-то загадочным образом на Терминии выпрыгнуть из горящего самолета. Это как-то даже по-украински что ли, сбежать из горящего самолета, а то стать героем. Говорят и без лорадства, не надо думать. Новости приходят оперативно, прям мне в мозг вот уже появилось. Первые результаты расследования вооруженной силы Украины объявили об касании крылом земли разбившегося самолета с курсантами. Рашисты также выдвинули свою теорию, свою версию случившегося на канале Параша Параша 24 заявили о том, что пилоты могли перепутать взлетно-посадочную полосу с оживленной трассой. Но в этом случае непонятно, почему все равно пусть и на трассу, а не на подготовленные ВПП не смогли посадить самолет. И почему он не задел ни один из автомобилей. Вот уже а вот тем вот новости приходят оперативно, как я уже сказал, прям мне в мозг. И уже к расследованию все-таки подключилась служба безопасности Украины. А это значит, возможно, все-таки диверсия со стороны главного врага Украины и России. это также по-путински отдать приказ об обстреле из ПЗРК с самолета с украинскими курсантами и слушать об этом, что эксперты говорят по России 24. О том, что ищут разбросанные тела прямо с воздуха по всему Харькову. Мой отец расист со стажем заявил, но теперь-то Харьков точно будет русский город, ибо они кровью курсантов теперь повязаны. Ну, в таких случаях я хоть, конечно, не без юмора это все прокомментировал, такого злорадного все-таки на злорадство я сам перешел на злорадство, хоть упрекаю в этом расистов, патриотов России, но, тем не менее, мои соболезнения, конечно, в таких случаях всем родственникам погибших и да, это трагедия действительно. Не гоже на дне смеяться, но у нас, извините, информационное шоу, от слова шоу. Идем дальше. Потеря знаний и здоровья. Школы вновь уходят в онлайн. Ну, серьезно, мы эту тему упоминали, когда Собянин ввел новые ограничения из-за второй волны коронавируса, которая настигает Россию. Теперь о школах, конкретно о школах, поговорим более предметно и серьезно. Тысячу школьников по всей России вновь ушли на дистанционную форму обучения, но учителя облегчат этого не становятся. Наоборот, нагрузка возрастает в разы. Помимо этого, есть и социальный подтекст дистанционного обучения, ведь не у всех есть компьютеры и телефоны с мобильным интернетом. Давайте пройдемся по цифрам. В Приморском крае перевели на дистанционку 37 классов в 29 школах, в Ростовской области перевели 51 класс в 35 школах, в Саратовской области учатся 2000 детей учеников на удаленке, а в Ленинградской области детсады перевели даже на удаленку, но не подготовили учителей. Учителя оказались не готовы к дистанционной работе. Вот, например, моя мать, учительница начальных классов, носилась как угорелая с телефоном и кричала как его включить, и кричала как его включить. А ведь это происходит по всей стране. Учителя носят с гаджетами и не знают как работают современные технологии. Они не знают даже что такое гаджет, а он отращает новый прибор. Почему же так произошло? Есть несколько факторов, но крылоугольным камнем неготовности учителей к дистанционной работе является самый важный предмет в условиях пандемии это информатика. Давайте-ка вспомним себя сами на этом предмете. Что вы делали, да? Рисовали на компе в пэнте в ворде, играли в игры, учились набирать буквы на экранах, играли в игру Кузя, ну я во всяком случае это делал, а вы наверное еще там ходили в какую-нибудь центральную библиотеку изучать, а что уж такое этот ламповый ЛСД монитор. Все это к информатике не имеет ровным счетом никакой программирования, а программирование это основа информатики, не имеет никакого ровным счетом отношения. От слова совсем. не то, что там программа обучения информатики была старая, она была в корне вообще неправильная и неверная. Этот предмет не так понимают ни учителя, ни дети. Детей не учили как сделать, как починить ту или иную программу, если она вдруг давала сбой. Вообще то есть даже программам как учили работать. Максимум чему учили на меня во всяком случае в школе это как работает пент или как рисовать вот это на 3D принтере. Ребят, информатика вообще не об этом. Информатика о том, как различные программы работают на компе или на телефоне и как они взаимодействуют друг с другом и как написать эту программу. Вот о чем информатика. Потом единственный плюс учили бинарного кода, из которого состоит информатика 010. Но учили это на доске. Они не программировали, то есть не на компьютере, а это немножко разные сферы. Это как учить допустим на специальном автодроме вождению или как учить в городе. При всех опасностях города все-таки в городе учить водить важнее, чем на автодроме. Понятно, да? Вы скажете, ну так это обучение детей, что ты хочешь, а учители есть курсы повышение классификации. Так вот, я вам отвечу, что нифига все эти курсы не повышают классификацию, они повышают статус, уровень учителей и то, лишь условно, чисто номинально. Ну там, где-то пишут, учитель первой категории, учитель второй категории. Учителей учили, как работать с информационной доской на этих курсах, но никак связываться по всяким зумам и скайпам. При этом на обучение учителей правильным образовательным программам нужно, конечно же, время. Обучение это, мягко говоря, вообще в целом образование, мягко говоря, не такой процесс, в общем, не быстрый. А здесь же что произошло из-за коронавируса? Дали учили ноутбуки, спасибо, хочется, что они на свою низкую зарплату они их приобрели и объяснили, как это все работает и проводили занятия. Ну, помимо чисто технических, технологических проблем, с которыми столкнулись учителя, есть проблемы и организационные. Вот как учителя, например, контролировать школу занятия, если ученик может свободно ходить по всей квартире чуть ли не голым. К тому же многие ученики сознательно будут ссылаться на то, что связь пропала, то есть прогуливать урок стало намного проще, а получать знания намного тяжелее. Но самое забавное то, что хоть классы вновь перешли на дистанционку, учителя все равно не освободили от обычных занятий для тех, кто еще, так сказать, ковидом не заразился. Более конкретно описывает процесс учитель Светлана Володина из Ивановской области. Она пишет в Мейл.ру как раз, поэтому я здесь статейку Мейл.ру написал, ну и в газету РУ, что она пишет, что теперь у нее практически нет отдыха. Утром 250 писем ей приходит на почту, что 50 ВКонтакте, надо все разослать. Зрение у нее село, а врачей нет. они либо все заняты больными коронавирусом, либо сами заразились и сидят на самоизоляции. К тому же дети уже отстают от распорядка дня, и этот самый распорядок дня им не присваиваются. То есть, дети не учатся, потому что вот в 8 утра неизбежно надо пойти в школу, а для этого надо встать в 7 утра. То есть, к респорядку дня дети вообще больше не приучены и все это из дистанционки. Ситуация в школах со знаниями еще более ужасная. Ковид по ним ударил больнее всего. Ведь учителя по скайпу не могут научить детей. Как ты научишь детей прыгать через козла на уроке физкультуры по скайпу, например? Помимо этого, скайп, зум, это все технологии не России, а Соединенных Штатов Америки. И как ты научишь патриотизму родину любить, если он учится по иностранным программам? И он это прекрасно осознает. Уроки патриотизма в таких ситуациях просто невозможны в нашей стране. они не работают. Вообще в нормальном образовании, в нормальном обществе патриотизм проривается через историю своего государства. Она может быть разная с хорошими и негативными событиями в истории, но не должно быть такого, что ага, вот, если Сталин в 1937 году расстрелял чуть ли не 100 тысяч человек, то это надо вымануть из учебника истории. Ну и у детей сознательно, во-первых, культивируются благодаря дистанционному обучению то, что он может свободно делать все, что захочет, там, ходить там, будет центр, включать громко музыку, слушать говнороперов и ничего не делать, а с другой стороны, конечно, никакого патриотизма нет и быть не может, потому что у него в руке гаджет иностранного производства. Сейчас из-за дистанционного обучения развивается в России, это не только в России, но развивается идиотократия. Что такое идиотократия? Это сознательное лишение детей, неважно по какой причине, нормального образования в целях дебилизации общества. Это и происходит. Ну, про учили, поговорили теперь про детей. Дети тоже недовольны, нормальные дети, а не те, а не та шпана, которая прогуливает школу и слушает говнорэперов. Я кр... Нет, поймите, я к рэпу нормально отношусь, но только когда песни со смыслом, а не когда эй, твоя челка не дала мне сегодня. В моем поколении слушало таких рэперов, как Eminem, как 50 Cent, они пели о разном, о том, что они там родились в гетто, то есть они пели о реальной жутухе. А сейчас о чем рэперы поют, особенно в России, вот он эй, мой член в твой бургер. Вернемся к проблемам дистанционного обучения. У нормальных детей тоже происходит проблема, ведь приходит куча заданий от учителей, но теперь, в отличие от докоронавирусной эпохи, им никто у доски, что называется, не объясняет, а как все это решать. В итоге, и за детей решают родители, конечно. В итоге, речь сейчас, ну, речь сейчас тоже и про старшеклассников, они вынуждены сидеть 24 часа дома, дабы подготовиться к экзаменам, а вот остальные школьники гуляют по улице, у них ветер в голове, пока, опять-таки, всех не закроют вновь на самоизоляцию, ссылаясь на то, школьники ссылаются на то, что нет связи, что программу переустанавливают и так далее, прогуливают школу. Министр Кравцов после этого безобразия должен, я считаю, подать просто в отставку министр посвящения, ибо сначала надо готовить образовательные программы для такого рода работы, дистанционного обучения, чтобы учителя там разбирались в зумах, в скайпах, как обновить, что такое ОС, операционная система, как избежать так называемых синих или черных экранов смерти, это очень важно сейчас в современных условиях, особенно на фоне коронавируса, а тут хрен, сразу мой Кравцов посылает, ну и конечно они проваливают свою работу, работу обучать детей, такие дела, ну и статистика, да, вы видите, что вот в Самарской области, например, 111 человек заразились, это все печально, на фоне коронавируса ведь идет действительно идиотократия, идиотократия идет, об этом, я не верю Денису Николаеву, но Денис Николаев оказался прав, известный блогер из Черкасс, что идиотократия, я не понимаю, а как она будет выглядеть, а вот так, что детей лишат нормального образования, и не только детей, но и студентов тоже, слишком много, да, посвятили, а теперь самая горячая тема, а в Карабахе снова бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах, стороны стреляют друг друга, где-то примерно вот так, да, мой отец, известный рашист, заявил о принципиальной позиции по поддержке Азербайджана в этом конфликте, вот он сказал, что везде эти насастые армяны и хочет и он хочет даже откоммунизить, что называется, лидера группы Ди-Блэк, некого авитисиана у себя в Самаре, так что, как мы видим, обстановка накаляется не только между Арменией и Азербайджаном, а еще в нашей семье из-за этого конфликта, то есть для меня, то я решительно заявляю о своем нейтралитете в этом конфликте, что не мешает мне детально в нем разбираться. Итак, 27 сентября в Карабахе в границе между Арменией и Азербайджаном армянская армия, которая состоит из Шнобелей, как говорит мой отец, подвергли обстрелами за минометов и системы ГАД Азербайджан ские позиции в Кудогорном Карабахе. Ровно, кстати, в 6 утра, когда у меня выходят итоги недели, армяне начали обстреливать не только военные полиции Азербайджана, но и милое население, а также гражданскую инфраструктуру. И здесь же Азербайджан пошел на ответку. Также из градов, из системы ГАД обстрелял город Степанакет, столицу Нагорного Карабаха. Азербайджан начал наступление на Арцах. Пашинян вел в Армении военное положение и успешно сбил, ну не он лично, а его войска, то есть армянские войска, сбили два вертолета Азербайджана. Помимо этого уничтожено три азербайджанских танка из системы ГАД. Конфликт разворачивается на наших глазах. Но тут есть интересная деталь. после возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе Пашинян снял трубку и снял трубку, скурил трубку и позвонил кому? Путину? Да, сейчас прям. Позвонил в ОБСЕ. А потом действительно позвонил Путин. Я напомню, что и Армения, и Азербайджан входят в ВДКБ и Пашинян звонил, но Пашинян звонил первым делом не в ВДКБ, а в ОБСЕ. расписываясь в том, что от ВДКБ ни хрена ничего не может. Правда, война между союзниками не редкость, но это же была война между Грецией и Турцией за Кипр. Все закончилось боевой ничей и разделом полуострова. Острова, простите. Так вот, с Карабахом это не тот случай. Конфликт будет тлеть и тлеть, пока Россия не прекратит поставлять оружие и тем и другим. Для России конфликт между Арменией и Азербайджаном выгоден. Однако, дело не только в кровавой рашке, которая сулёт своё оружие всем подряд. Ситуацию подогревает и, конечно же, Турция, которая перебрасывает свои силы в Азербайджан. вообще влияние Турции в Азербайджане больше, чем влияние России в Азербайджане. Эль-Азербайджан уже заявил, что турецкие военные будут на стороне Азербайджана воевать в том случае, если Россия будет помогать Армении, либо прямо в Крабах ведёт своих миротворцев. И забавно, что, казалось бы, два союзника России, Эрдоган и Алиев, готовы убивать другого союзника Путина, не Пашиняна, а в целом Армению. Пашинян, конечно же, никакой не союзник Кремля. Теперь пойдём к этому конфликту с военной точки зрения. Ну, по всем параметрам это и численность войск, это и техника Азербайджан происходит Армению, но на то военное дело и называют военным искусством, ибо имея превосходство в технике и в людях, армии не всегда добиваются победы в войне. Ну, мы же все понимаем фразу Суворова воевать не числом, а умением. под шумок расисты хотят захватить Карабах с тем, чтобы он, ну, не прямо, а косвенно, чтобы он перешёл Россию. Зачем ему нужна Россия непонятно, но на то они и расисты, российские фашисты. Их был в Карабахском конфликте ослужают как раз-таки головорезы Эрдогана, которые переброшены из Турции в Азербайджан. Так что Крылов льёт царикой, а Миротворец Путин, которого выдвинули на Нобелевскую премию мира с тем, чтобы он конкурировал с Навальным, ничего пока в Нагорном Карабахе сделать не можно. Вообще, Путин не тот человек, который гасит войны, он их развивает, при Путине же. Вторая Чеченская война, война в Южной Осетии, украинская война была развязнута. Развязнута, да. А тем временем война в Нагорном Карабахе продолжается. Азербайджанской танковой колонны уничтожают армянские комплексы ОСА и занимают несколько сел в Нагорном Карабахе. Пока Путин общался с Пашиняном, а Лавров в свою очередь проводил телефонные разговоры с главой МИДа Азербайджана Джульхановым Байрамовым, ну, Россия в целом забалтывает эту тему. Вполне вероятно, что Россия обиделась на Армению, что Армения не так давно проводила учения вместе с НАТО. И Россия, российские спецслужбы могли как-то спортировать Азербайджан на ответные действия по отношению к Армению. Россия по сути уже втянута в конфликт. Ведь границу Армении и Ирана охраняют наши погранистики, которые в любой момент могут быть переброшены в Карабах и в целом на границу Армении и Азербайджана. Иран уже подсуетился и предложил помощь в урегулировании конфликта. Ведь Россия там пока ни хрена ничего не сделала для решения этого вопроса мирным путем. Казалось бы, Путин такой мачо, ему нравится решать военные споры и конфликты. Ну так пусть ведет миротворцев со стороны России в Карабах. Ах, ну да, ну да, Турция же против, которая легко может сбить наш самолет и отделаться в Сирии и отделаться помидорами. Перефразируя фразу Путина. Песков заявил, что пора прекращать конфликт. Ну так действуйте, Россия. Или когда надо Крым отжать, то война, то войска тут как тут. А когда пришло время наводить порядок на армяно-азербайджанской границе, то у Путина сразу же возникает много других дел, ибо Турция давит. А пока Россия не может справиться со своими прямыми обязанностями, как миротворцы, с этим успешно справляется США. Так, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что надо прекратить Россию поставить оружие Азербайджану и Армении, тогда конфликт затихнет, затухнет. Ну что, ну что ж, может быть штатам эпохи президентства Байдена удастся положить конфликту конец. А Россия вновь ничего, а у России вновь ничего не получается. Лет 10, когда я учился в школе, у нас были армянские парни в классе вместе с азербайджанскими девушками. так эти насиловали друг друга при полном подпустительстве классового руководства, которое состояло из русских учителей и руководства школы, которое состояло, естественно, из евреев. Так что, надо взглянуть правде в глаза. Россия не может и не хочет затухать этот конфликт. Она хочет, чтобы как можно больше солдат, как можно больше армян и азербайджанцев там полегло с обоих сторон, чтобы цены на российское оружие взлетели до небес. А страдает от этого, как всегда, мирное население Нагорного Карабаха. счетная палата выявила, что надо изменить а счетная палата выяснила, что надо изменить для победы над свалками. Открыли они беном Ньютона, понимаешь ли, доля отходов отправляемых на переработку и превышает 7%. Остальная часть отправляется на свалки и полигоны. Ситуация в мусорной теме остается неблагополучной, заявил в счетной палате. Ну, заявили в счетной палате. Ну, понятно, почему. Видно, мусора некогда следить за мусором. Скажу вот так грубо. На момент формирования нацпроекта экология насчитывалось 8 323 свалки, из них 916 на территории городов. Но проект чистая страна предполагает ликвидацию только 191 свалки, а остальные 700 свалок проектом не охвачено. Таким образом, нацпроект экология, цели нацпроекта экология не будет достигнута. Цель состояла в том, чтобы ликвидировать все свалки в черте города. Ой, а то можно подумать, что другие нацпроекты, такие как образование и здоровье, достигли своей цели. Но ведь все-таки здесь про свалки, отчетные палаты, во-первых, на неоткрытую, во-первых, не откроет ничего нового, но начинает она с себя. В этом году из-за коронавируса многие люди остались у себя дома. И, как итог, при сближайшей природе нанесен непоправимый ущерб, толпа стада баранов ездили в горы, отдыхали на пляжах, в лесах, бухали, пили пиво, жгли костер для шашлыков, и все маломальские высотные горы, кроме тех, что в заповедных зонах, загажены были золой, в кустах воняет человеческим дерьмом, везде бутылки оставленные от пива Андреев, столько отдыхающих на берегах рек, я не видел давно, и река аж от этого, и реки аж от этого помутнели, я додумал, что просто река, реки загажены, их никто не чистит, но когда я в сентябре искупался, я понял, что реки все-таки чистят, тут не надо упрекать власть, но тем не менее, вот вы вдумайтесь, сколько же надо было людей, чтобы плавали, чтобы целые реки загарить, реки помутнели просто от людей, реально, а вот когда я в сентябре купался в реку, то там было довольно чисто, потому что стадо баранов переместились загаживать леса, охотить за грибами, и в горы, ой, только не надо говорить, что вы не такие, такие же, люди мусорят мимо мусорного ведра, и сознаюсь, и сделаю каминкаут, и я так делаю, я люблю взять что-нибудь из кармана ненужное и прям выбросить танцитуар, не подходя к мусорному баку, а теперь от частного к общему, есть проблема в том, что еще отсутствует раздельный сбор мусора в регионах, эту фразу вы не слышали много раз, однако я отсутствие раздельного сбора мусора осознал только тогда, когда побывал в ресторане в Икеа, ну, это сразу скажу, не является рекламой, просто скажут, что как-то раз зашли в Икею, нет, не за мебелью я зашел в Икею, а в быстрое Икею, после того, как пожрал, ко мне подошел специально обученный человек, естественно в маске, и сказал, чтобы я убрал за собой, удивлению моему не было предела, ведь в остальных ресторанах быстрого питания и в магазинах происходит по-другому, люди просто берут еду и вместо того, чтобы выкинуть еду в мусорку, оставляют ее где попало, да, есть специальный обученный человек, но он может и не подойти к тебе и не выбросить за тебя, а в Икеи прям подходит и говорит, а ну, свинья, убери за собой, имея ввиду, что ты жирная свинья, так вот, значит, подхожу я к мусорке, и вижу, что она разделена на три фрагмента, зеленый, желтый и красный, зеленый это для бумаги, желтый и красный уже я не помню, для чего, не суть важно, ну, в общем, короче, это пример, как умные шведы в Икеи все продумали со сбором мусора, а в других торговых центрах в России не так, вот и нацпроект экология дает сбой, ну, и свалку просто так, конечно, никуда не денешь, это тебе не публичный дом, который можно вот так вот запросто прикрыть, раз туда годами свозился мусор, значит, там удобнее его туда выкидывать, выкидывать этот самый мусор, а мусора за этим не следят, максимум, что они делают, так это выписывают штрафы, одну свалку закроешь, а завтра где-то недалеко от предыдущей свалки будет совершенно другая, просто потому, что людям тире свиньям так удобнее выкидывать мусор, чтобы этого не было, нужны мусороперерабатывающие, мусорфильтрующие станции в городах в количествах, как станции метро в Москве, но мусорные станции не должны быть мусороплавилками, а иначе им грош цена, а иначе количество вредных выбросов в атмосферу будет превышать и давить на экологию. Это все всем давно известно, но счетная палата только сейчас этим озаботилась, отодачилась. Помимо этого мусорная реформа в России это просто мошенничество со стороны государства. Деньги людей берут в тридрогомол. Смотрите, смотрите, у нас эта экотехнология называется, мы ваш мусор выкидываем по всем нормам и правилам Греты Тунберг шведской активистки. Не даром я про Икею заявил. Но на самом деле мусор отправляется не на переработающий завод, а просто на свалку в области. Но на то в тридрогах. Да, да и к тому же введение раздельных контейнеров для сбора мусора тоже вызывает сомнения, потому что все равно в мусоровозе все это перемешивается в одну кучу да и просто это неудобно сортировать мусорное ведро. В идеале мусороперерабатывающие технологии работают только тогда, когда, как я уже сказал, этих самых мусорных станций много, и когда на этих самых мусорных станциях и фильтруют, разделяют мусор, тогда эта технология действительно оправдана и удобно, но только тогда, а не как сейчас. А, ну, и если пройтись по нацпроекту экология, то главная задача этого нацпроекта экология в шутной палате об этом тоже заявляли, сформулировано неправильно, что значит, чтобы в городах, в городских округах, ну, в городах не было свалок, а в область леса, поля и реки можно, значит, гадить, да, а в городе нельзя, полнейший бред, ну, и да, раздельная сантиметра, ну, это я уже говорил, есть еще одна проблема, мусорные станции, не мусороплавилки, не надо тоже с этим путать, а мусорные станции, это высокотехнологические, очень сложные объекты, и поэтому они в большинстве своем находятся в развитых странах, а в банановых республиках мусор выводится просто на полигон, продолжая плодить свинство и свинское отношение к людям, а также служат примером пропаганды для молодежи, что, мол, выкидывайте мусор где попало. счетная палата у нас работает с цифрами. Сначала палата запросила палата, счетная палата заявила, что проект, национальный проект экологии работала как надо, надо 428 миллиардов рублей из бюджета, которые, естественно, на переработку мусора и на национальный проект экологии не пойдут, они пойдут в карман господина Кудрина, председателя счетной палаты и в другие не менее худые и звездные карманы, но не на решение мусорной проблемы, которые так не напоминают борьбу с коронавирусом в России, это когда охранник в магазин не впускает людей без маски, а потом, когда ты уже в магазин прошел этот так называемый какой-то молодежь чекпоинт блокпост, то уже можно снять маску, тебя спокойно обслужат, почему обслужат без маски, а потому что если магазин не обслужат без маски, то другой обслужит точно, вот так же и с мусорной реформой, где-то в одном месте, в одном городе стоит раздельный контейнер для вывоза мусора, и все хвастаются, что вот смотрите, у нас раздельный сбор мусора, потом подъезжает мусоровоз, и три отдельно стоящих контейнера для разного вида мусора гребет в один единственный мусоровоз. В мусорной стране, в стране мусоров невозможно решить мусорную проблему, и это на этой неделе подтвердили в счетной палате, только на математическом уровне. мусором, и как итог этого всего, школьники в торговых центрах швыряются мусором друг в друга, и никто не убирает. Последняя тема на сегодня дебаты. Ну а пока в несвободной России решают проблему с мусором, в нормальных странах происходят демократические процедуры, такие как дебаты, и опять-таки, да, дебаты есть и в России, но им грош цена, ибо президент, наш любимый диктатор, не хочет марать руки, а всякую там челить, и в этом плане забавно, что патриоты России, которые орали долой-долой западной груз жизни, так пресно следят за главными дебатами, ибо они могут решить исход выборов в США, а значит и судьбу России, победит Байден, будут самые жесткие санкции, дефолт и нищета в России победит, а доллар и евро уже за 90, да, победит Трамп, габисты российские будут довольны, что их человек еще на 4 года будет возглавлять Белый Дог. В штате Угая стоялся первый из трех равных очной дуэли Трампа и Байдена, и стройно сразу перешли к личным оскорбениям. Вы лыжец, господин президент, нет вы. Потом Джо Байден начал лично награжать Трампа оплюхами, как в боксе, нанося удар с ударом, двоечку, чтобы отправить Трампа в нокаут и в нокдаун. Трамп говорил Джо Байден, ты худший президент, мерзавец в истории США, ты щенок Путина, клоун, расист, фашист, заткнись, заткнись, заткнись. Забавно, что мне так говорил мой батя, когда я пытался ему рассказать о политике. Поэтому я, конечно, на стороне Трампа. Мне лично плевать, что он клоун, завербован еще в КГБ, коммунист и т.д. Я считаю, что лучше ушкунул на посту президента, чем казнократ, который ворует деньги из украинского бюджета. Привет компании Фуризма. Но Трамп тоже хорош. Назвал Джо Байдена тупицей, слабаком, недоумком, мерзасом, однозначно заявил, что на посту лица президента при Обаме он просрал страну и что Байден наркоман и сидит то ли на стероидах, то ли на разрешенной в штате марихуане. Короче, из нормальных дебатов все превратилось в США все превратилось в программу «Вечер с Владимиром Соловьем». Соловьем. Где так же люди орут друг на друга абсолютно бесцельно. Только вот у них нет статуса кандидатов в президенты. Да, дебаты 2016 года были, наверное, самые лучшие в истории дебатов вообще. Где стороны Трампа и Клинтон обсуждали предмет своих разногласий и взгляд на жизнь. Они скатывались к личным оскорблениям. Ну, так вот и работает демократия и свобода слова. Сегодня одни дебаты, а завтра другие. Пусть избиратель сам решает, за кого он. За клоуна Трампа или за коррупционера Байдена. Потом стороны все-таки пришли к предмету своих споров. Обсуждали нового кандидата в Верховный суд США. Коронавирус, экономику, расизм и вопреки изменения климата. К слову, вдуты не проблемы США, а вовсе не Россию и не Украину, как любят ее обсуждать у Соловьева нашего помета. По поводу Верховного суда США. Верховный суд США это не такой Верховный суд, как у нас, продажный суд. Там не рассматриваются уголовные дела в Верховном суде США, а он собирается лишь в чрезвычайных ситуациях. Имеет такие полномочия США, чуть ли не главнее президента, являясь таким образом. в России таким полномочиями, как Верховный суд США обладает президент России. И в этом чувствуется разница двух наших систем. Там принимаются решения коллективно, а тут как Путин сказал, так и будет. Однако за свои решения Путин ответственности не несет. Все решают губернаторы ответственные не Байден, то есть ответственность все за решение Путина губернаторы. Байден заявил, что назначение нового члена суда преждевременно. На что резонно заявил Трамп, что он как минимум до февраля 2021 года президент США и имеет право назначать кого захочет. 1-0 в пользу Трампа. Байден начал упрекать Трампа, то США при нем стали лидеры по числу смертей и заражений от коронавируса. Байден припомнил Трампу, что тот обещал сделать вакцину к Паске, но не успел. когда Байден как снился тем коронавируса, было видно, что Трамп нервничал и был знал, что это его просчет и действительно ошибка на посту президента. Таким образом 1-1. А зато когда в сторону начали в целом обсуждать экономику, то Трамп почувствовал себя более уверенно в своих силах и уже пользуясь боксерской терминологией Байдена Трамп загнал по углам. 2-1 в пользу Трампа. И тут Трамп перешел к козырям. Напомнил Байдену про его сынка коррупционера младшего Хантера Байдена. На это Байдену нечего было ответить. Так что леди и джентльмены 41-42 победа Трампа в первом раунде дебатов со счетом 3-1. Но впереди второй раунд дебатов. И как там ситуация сложится пока неизвестно. Но уже приходят сообщения о том, что российские спецслужбы конечно будут выступать на стороне президента Трампа. Дабы чтобы Байден не был еще больше санкций по отношению к России. Таковы были только недели. Нынешняя неделя была неспокойная. Это и тайная инаугурация Лукашенко. Это и война в Карабахе, которая продолжается. Ну в общем следим за ситуацией вместе. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, следите за эфирами и моими чифирами. Всем удачи и конечно же не болеть этим злосчастным коронавирусом. Пока-пока.